В эфире новости МИЭТ-ТВ в студии Евгения Лукина. Здравствуйте! 14 марта в городской клинической больнице имени Кончаловского прошла донорская акция. Подробности в сюжете Пелагеи Панаитовой. От остановки доноров провели в отделение переливания крови. Надеваем бахилы, заполняем бланки, проходим на осмотр. Так начался очередной день донора. После осмотра обязательно чай со сладостями. Среди пришедших много тех, кто сдает кровь далеко не в первый раз. К таким донорам относится и доцент кафедры биомедицинских систем Иван Пьянов. Все началось с того, что кровь понадобилась моему отцу во время операции. И после этого мне понравилось. Сегодня будет 12-я моя кроводача. Я сдаю кровь 2012 года. Первая группа в операционной. Процедура сдачи крови длится от силы 20 минут. Это не больно и не страшно. Студенты-доноры хороши своей мобильностью. При острой необходимости всегда можно попросить их организованно сдать кровь. Поэтому донорство в Зеленограде тесно связано с МИЭТом. Все начиналось у нас с МИЭТа. Активная работа. Ну вот, наверное, благодаря таким активистам, я надеюсь, что в дальнейшем будет такая же помощь и продвижение. Около 7 тысяч доноров прошло в прошлом году. Выбор сувениров для тех, кто сдает кровь, все расширяется. Можно получить футболку, открытку, брелки и многое другое. Донорам даются два выходных. Есть и социальные выплаты. Существует три категории. Доноры безвозмездные, доноры соцподдержкой и доноры платные. У нас очень много первичных, безвозмездных доноров, что очень радует. За прошлые годы, где-то 15-16, у нас где-то 40% стало безвозмездных доноров. Вы решили сдать кровь и не знаете, как это сделать? Не уверены, подойдете ли по медицинским критериям? На ваши вопросы ответят ребята из донорского движения МИЭТа. У нас в группе ВКонтакте есть группа ребят, которые практически круглосуточно отвечают на ваши вопросы. Вы можете просто написать сообщение группе, и мы поможем сдать кровь. Мы считаем, что человек, который вот-вот получит высшее образование, способен сам по адресу и каким-то контактным данным, найти отделение переживания крови и сдать кровь самостоятельно. Стать донором несложно, но очень важно. Еще не сдавали кровь? Попробуйте. Вы уже донор? Расскажите об этом друзьям. Может, именно вы поможете им решиться спасти чью-то жизнь. 40 человек, 20 литров донорской крови. Она может понадобиться каждому. Помни, дать шанс на жизнь другому может только человек. Пелагея Панаидова, Виктория Костенькова, МИЭТ-ТВ. 16 марта открытый лекторий собрал МИЭТовцев на мастер-классе «Суперджоп» Ольги Димаковой. Уже второй раз у студентов МИЭТа появилась возможность узнать о сегодняшнем состоянии рынка труда. Тренер рассказала, как составить хорошее резюме и подготовиться к собеседованию. Самые активные студенты получили подарки от компании. Полная версия открытых лекторий в группе проекта. Борельеф Эрнста Неизвестного – портал главного входа с часами из красной меди. Крупуса университета по праву можно считать памятниками советского модернизма. Знания МИЭТовцев об архитектуре проверила Ольга Швец. Какие стили архитектуры ты знаешь? Барокко, рок-коко, постмодернизм, ну и все такое. Ну, стилей очень много. И в историческом аспекте, в направлениях современной архитектуры. Ну, а самое известное, которое сейчас сохранились, это готический стиль, романтизм, постмодернизм. А в каком архитектурном стиле выполнен наш вуз? Советский постмодернизм. Я думаю, что такому более современному стилю, типа что-нибудь не совсем, но немножко модернистское что-нибудь такое. Я думаю, он выполнен в стиле советского модерна. Это стиль, который характеризует период 60-х годов прошлого века, где много света, много стекла. Если бы ты была архитектом, в каком бы стиле ты бы сделала? В богемном. В богемном? Ну, раскидала бы подушки, и все красненькое. Я бы так бы и сделал бы, только стены бы, наверное, чуть-чуть потолще, чтобы было теплее. Правда ли, что монетка, брошенная с МПС-цитбилдинг, способна убить человека? Нет. Думаю, что нет. Ну, потому что есть силы сопротивления. Правда ли, что Великую Китайскую стену видно из космоса? Да, это правда. А почему вы так думаете? А это я читал, это я знаю. Правда ли, что в Вашингтоне нельзя строить здание выше, чем Капитолий? Наверное, да. Они очень любят свой Капитолий и так ценят это грандиозное строение, что не потерпят, чтобы здание было выше. А правда ли, что Эрмитаж был разрушен во время войны? Нет. Здание, мне кажется, сохранилось. Вывезли все экспонаты. Это все события на сегодня. Вы смотрели новости МИЭТ-ТВ. Выпуск провела Евгения Лукина. Весна почти наступила. Я рада. А вы? До свидания.